Представьте себе, что у нас есть какой-то выпуклый многоугольник, и в него как-то засунули круг. Этот круг пусть будет самый большой. Самый большой из кругов, которые, в принципе, можно поместить внутрь нашего выпуклого многоугольника. Давайте радиус этого круга обозначим литвы мягче. Итак, самый большой круг, который, в принципе, можно поместить в глубокое поле. Теперь, что такое ширина? А ширина – это вот что такое. Это мы проводим какую-то полосу, которая содержит многоугольник в себе. То есть, чтобы он не выходил за пределы этой полосы. И берем вот эту ширину, обозначаем буквой D. И наоборот, если мы здесь брали самый большой радиус, то вот эту величину D мы берем самая маленькая. D – это самая маленькая из возможных ширин. После этого мы берем отношение R к D. Давайте подумаем, каким может быть это отношение. Ну, смотрите. Вот если взять в перпендикулярном направлении к этой полосе, рассмотреть диагноз, то, естественно, он вкладывается внутри полосы. Поэтому 2R обязательно меньше или равно, чем D. То есть, R разделить на D меньше или равно 1 второй. Отлично. Меньше или равно 1 второй. Это всегда. А вот вопрос. А как это отношение ограничено с другой стороны? Например, вот это, к примеру. Можно ли придумать картинку, когда это отношение будет равняться 1 третьей? Или, когда это будет 1 четвертая? Или 1 пятая? И вообще, каким может быть это отношение? То, что оно не больше 1 второй, вы поняли? А вот почему оно в любом случае не меньше, чем, не меньше, чем что? Повторяю формировку задачи. На плоскости расположен выпуклый круглый круглый. Из всех круглых, которые не выходят за его пределы, взяли самый большой круглый с самым большим радиусом. Из всех полос, которые содержат его внутри, взяли наоборот самую пустую. И поделили радиус на ширину полосы. Скажите, пожалуйста, какие значения может принимать эта величина? Вот мы поняли, что она обязательно не превосходит одной второй. Это совсем просто. Потому что нужно посмотреть диаметр круга, который содержится. А вот интересно... Одна треть бывает? Одна треть. Когда одна треть? Равносторонний треугольник. Молодец. Совершенно верно. Если мы возьмем равносторонний треугольник, то понятно, что у него самый большой круг – это просто вписанная окружность. Давайте ее радиус обозначим буквой F. Теперь какая полоса? Ну, понятно, какая полоса. Вот эта полоса. Кстати, понятно, почему. Если вы чуть-чуть ее наклоните, то в таком случае... Понимаете, у вас есть высота правильного треугольника. Вот если вы так вот проведете, то будет простой эффект. Ширина этой полосы, она на самом деле... Сторона треугольника умновит на синус угу. Важно верно. Это на самом деле получается опускание перпендикуляра, да? И у вас получится, что ширина этой полосы больше, чем высота треугольника. Таким образом, наибеньшее D – это просто-напросто высота правильного треугольника. Ну, замечательно. А теперь вспоминаем известную из геометрии штуку. Если у вас равносторонний треугольник, то вот это в три раза меньше этого. Как бы это вам легко объяснить? Медианно. Наверное, так. Если вот здесь вот R, то, как известно, здесь 60 градусов, здесь 60 и здесь по 30. Значит, здесь получается 30 градусов, а есть такая теорема, что когда у вас 30 градусов, то на самом деле половина треугольника треугольника, соответственно, если здесь R, то здесь тоже R, то здесь 2R. Ну, в общем, так. Или можно еще так сказать, что это центр, поэтому это точка пересечения медиана. А медианы делятся в отношении 2 к 1. В общем, в любом случае, H – это 3R, R – это радиус. Разность весна на 2, что-то так обозначено. Соответственно, H – это у нас D, да, вот ширина полосы той самой, и получается, что R, деленное на D, это 1 третья часть. Отлично. Значит, 1 треть бывает. А 1 четвертая бывает, а 1 пятая бывает. Если дарю пример, на самом деле не бывает. на самом деле, вы действительно догадаетесь до ответа, ответ задачи вот такой, и объяснить нужно это неравенство. Почему удается, если вот ширина фигуры равна D, почему удается в эту фигуру поместить, в углу фигуры, поместить круг радиуса D разделить на D? Александр Сергеевич, достаточно доказывать для треугольников. Почему? Потому что, когда у вас есть фигура, и в нее вписана окружность, рассмотрен такой треугольник, в котором эта окружность вписана, и такой, что этот многоугольник в этом треугольнике. мысль на самом деле правильная. Когда у нас действительно вот здесь такая вписанная штука, то можно сделать следующее. Вот если это не касается, то на эту сторону вообще смотрите. вот здесь вот у нас касается, и эту сторону продлим. Эту сторону продлим и запомним. Вот здесь у нас касается, поэтому эту сторону тоже продлим. И здесь у нас касается, поэтому эту сторону продлим. Но правда на этой картинке есть еще такая. То есть получился четырехугольник. Хотя вот на эту не смотреть, а продлить только вот эти две, тогда бы возник треугольник. На самом деле он сказал правильно. Когда у вас есть вписанная в новоугольник окружность, вернее, вписанная, самая большая из там расположенных, то для того, чтобы мы не могли ее радиус увеличить, ей должно что-то мешать. То есть реально у нас вот эта вот стенка должна мешать, да? Что-то должно мешать. Формально говоря, это неправда. Потому что я могу придумать картинку, когда мешать вписанную в круг будут не стороны треугольника. Смотрите, как могло быть. Мог быть вот такой вот параллелограмм. Такой исключительный случай. Представьте себе, если вот эта прямая пралель на этой, а эта прямая пралель на этой, тогда расширить круг уже невозможно. А с другой стороны, как и продолжать треугольник не получишь. Но вообще-то в этом случае ситуация, смотрите, какая. Если берешь центр, то здесь будет 90 градусов, и здесь будет 90 градусов. Поэтому как называется эта линия, на как пралель на прямых? Диана. Диана. И значит, будет выполняться вот эта ситуация, когда расстояние между краями – это вдвоенный раз. Идея понятна? Да. То есть нам удалось поместить фигуру в полосу ширины 2D. А это значит, что любая полоса, в которую она помещается, самая маленькая из полос, в которую она помещается, не любая, а самая маленькая, будет не больше, чем 2F. И значит, соответственно, в таком случае R делить на D будет даже не меньше, чем 1F. То есть если есть вот такие вот, если нам удается параллельно прямыми, то ситуация даже не просто то, что 1F, а даже 1F. То есть ситуация про мелограмму, она простая. А если про мелограмму… Там равно, Александр Ильич. Не меньше или равно? Во всех ситуациях, кроме про мелограмму, действительно у нас должны стоять, что называется, стенки, которые не упускают круг. И при продолжении этих стенок возникает треугольник. Значит, на самом деле, если мы хотим решить вот эту задачу правую третью, то мы должны доказать такой факт. Вот если у нас есть треугольник, у него есть вписанная окружность. Давайте я радиус, ее обозначу, я большое, чтобы было соответственно с нашей задачей. И давайте я пойму, что такое тогда величина D. На самом все просто. D – это минимальная из трех высот. Потому что, когда у нас есть высота в треугольнике, ну, высота этой же окружающей на вершине настолько. То, разумеется, треугольник в такую полосу помещается. Другая высота – другая полоса. Третья высота – третья полоса. И так же, как в случае правильного треугольника, легко понять, что если я проведу немножко под углом, то на самом деле можно уменьшить ширину этой полосы, если провести ее все-таки параллельно, через сторону. Таким образом, D – это минимальная из трех высот. Мы с вами хотим доказать, что D меньше или равно, чем 3F. Чтобы это не нравится. Догадайте, на самом деле, D меньше или равно 3F. Таким образом, задача, которую мы решаем, на самом деле звучит так. В любом треугольнике хотя бы одна из высот, хотя бы одна из высот, не больше, чем троенный радиус вписанной окружности. Ну, на самом деле, диаветре обычно это означает маленькое, ну, неважно, уже щеки не будет это значение. Кто это объяснит? Это очень плохо. В любом треугольнике минимальная из высот не превосходит у троенного радиуса вписанной окружности. У треугольника три угла. Дальше. Если у треугольника три угла, то хотя бы один из этих углов… острый. 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 60 или больше, или 60 или меньше. 50 или меньше. Вам что нужно? Вы хотите, чтобы самая маленькая из высот была бы меньше или равна, чем 3. Ребята, смотрите, вот когда у вас угол большой, то из этой вершины выходит маленькая или большая высота? Большая. Из большого угла. А из маленького угла? Большая. Так вам-то интересно. Маленькая высота. Значит, вы должны произнести какую фразу? У треугольника три угла, а сумма у них 180 градусов, а поэтому? Больше. Хотя бы один из углов 60 или больше. Давайте запишем. Это действительно абсолютно очевидная правда. Хотя бы один из углов. Хотя бы один без углов треугольника. 60 градусов или больше. Так, рисуем этот самый угол, который 60 или больше. Больше или равен 60 градусов. Я не знаю, какое именно, может быть, даже тупой, но просто не важно. Важно, что это 60 или больше. Ребята, а вот теперь нужно просто посмотреть, каким свойством обладает центр вписанной окружности. Кто знает, где лежит центр вписанной окружности? На бисектрисе. На бисектрисе. Значит, если у нас здесь 60 или больше, то половинка этого угла что? Больше, наверное, 30. 30 или больше. Согласны? Да. Отлично. Значит, вот в этом треугольнике, давайте я его нажимаю на штреугольник. И давайте я его отдельно нарисую. Значит, у нас есть треугольник, у которого картинка такая. Здесь сторона эргидной картинки. Здесь 30 градусов или больше. А здесь 90. Кто помнит теорему о треугольнике с углом 30 градусов треугольника? Половинкой чего является такой треугольник? Синус 30, это вторая. Он является половинкой равностороннего треугольника. Это все понимают? Да. Что если здесь у вас было 30, да еще 30, то будет 60. А если вы приорисовали, то значит, они одинаковые, и значит, здесь будет везде бы 60. И вот у такого треугольника, этот отредок сколько? Удвоенный радиус. А если это удвоенный радиус? Так, а если у вас стал больше, чем 30, что произошло с этим отрезом? Смотрите, вот такой, или такой. Он стал больше, чем 2р, или меньше? Конечно, больше. Давайте посмотрим. Угол стал больше, чем 30. Вот такой угол, больше, чем 30, или нет? Нет. Нет. А такой угол? Да. Да. Угол больше, чем 30. Это больше, чем 2р, или меньше? Меньше. Меньше. значит вот этот вот отрезок не больше, чем 2R потому что в ситуации, когда здесь ровно 60, то здесь 30 и получают тот самый известный факт, правда, 30 градусов пептиноза, да? и R а получается, что здесь не больше, чем 2R не больше, чем 2R, а здесь R все вместе, что получается? не больше, чем 3R ну, ребята, если мы проводим высоту, то она, конечно, не больше, чем вот такая линия то есть получается, что высота не больше, чем 2R то есть не больше, чем 3R а именно это и красиво